Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали крайне интересный, хоть немного сложный, потому что философский разговор об эстетике, о красоте. Напомню, что одно из имен Божьих – красота. Соответственно, умение созерцать, понуждение себя к этому в том числе и определенные практики культурные, которые нас заставляют напряженно вглядываться в мир и видеть нечто прекрасное, может нас приблизить к Богу. Но сегодня мы поговорим о том, что эстетика – это не всегда прекрасно, как ни парадоксально. Говорить мы будем с философом, доктором философии, с профессором Самарского университета Сергеем Александровичем Лишаевым. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, отец Сергей. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы в прошлый вторник, ну, насколько понятное дело, лимит нашего времени нам это позволил, очертили некоторое пространство понимания эстетики. Мы говорим о том, что мы вообще как бы пытаемся сейчас подойти к идее, что Бог себя, ну, репрезентует, что ли, да, в этот мир красотой. Обнаруживает. Обнаруживает. Обнаруживает, да, являет, да, красотой, и, соответственно, он может быть познаваем эстетически. Но вот в прошлый вторник вы употребили образ розы или образ хризантемы, что меня сразу направило в моем сознании к особой, особого рода эстетике, эстетике японского пейзажа. Так вот, интересно то, что японец, который, например, занимается гравюрой, вот он рисует, например, какой-нибудь бамбук или ту же самую хризантему или какой-нибудь горный пейзаж, категорически безобразным в этой гравюре будет, если он заполнит все пространство листа. То есть он должен оставить пустоту, некий чистый элемент на бумаге, который-то как раз и будет работать на эту практику созерцания красоты. Красив не бамбук, а то пространство, которое вокруг него, та пустота, которая остается этим бамбуком незанимаема. Вот в связи с этим мы с вами договорились, что сегодня будем говорить об эстетике, как не только науке, а прекрасном, вот от этого мне бы хотелось сегодня оттолкнуться. Что в качестве концепции и своей теории предлагаете вы, вот как в прошлый раз вы сказали, что не только прекрасным жива эстетика? Да, совершенно верно. Спасибо, да, за интересную такую вводку и подачу, потому что действительно мне хотелось бы сегодня, продолжая разговор на прошлой нашей встрече, поговорить об эстетике, ну, скажем так, как области нашего опыта, выходящей далеко за пределы, собственно, прекрасного узкого смысла. Вот если оттолкнуться от вашего примера с японской живописью и графикой, там действительно очень важна эта самая пустота. Ну, собственно, что есть такое пустота? Да. А это есть некоторый отсыл символический к чему-то безусловному, абсолютному, опять же, к тому, что само по себе. То есть дело не в вещах, а дело в том, что благодаря вещам или через вещи себя обнаруживает, в вещах себя обнаруживает. Это самое главное. Как, например, опять же, вот в традиции иконописной золотой фон, как бы, он что, просто фон? Или он есть нечто, может быть, даже более важное, чем, собственно, то, что мы видим? Я бы даже уточнил, что там речь идет не о фоне, а иногда возникает такая претензия к иконе. Почему какие-то странные светотени? Икона не знает тени. Но при этом какие-то странные световые пятна на лице, под глазами. И приходится говорить о том, что вообще-то, на самом деле, главным персонажем иконы является даже не тот святой, который изображен, а тот свет, который сквозь него проступает. Вот это вот благодать. То есть здесь, в этом смысле, аналогия с этой японской живописной гравюрой, да. То есть то, что неизобразимо, но некоторым образом присутствует в изображении, вообще-то говоря, более, может быть, даже важно, чем то, что изображено. Изобразить неизобразимое через то, что можно изобразить. Вот это, как бы, такой важный посыл, который имеет отношение к эстетике как таковой. Возвращаясь к вопросу, а вот все-таки к вопросу о том, что эстетическое, как мне представляется, ни в коем мере нельзя замыкать на только прекрасном. Вот действительно, вплоть до середины XVIII века примерно, собственно, эстетическое существовало в качестве прекрасного. Ну, собственно, сама дисциплина, как известно, появилась в середине XVIII века, такая философская дисциплина, как эстетика. Александр Баунгартен, да, автор этого термина. И на первый план вышла как раз прекрасная первоначально. Ну, а история категории прекрасная, понятие прекрасное, она огромная, естественно. Уже в XVIII веке, чуть позже, появляется и разрабатывается понятие возвышенного. Ну, собственно говоря, вплоть до XIX века, до XX, когда создаются наиболее важные фундаментальные произведения философские, посвященные эстетической проблематике. И, в общем-то, для академической эстетики до сих пор, да, эстетика — это наука о прекрасном. Но последние, там, сто лет примерно, а то и больше, 150 лет примерно, происходит очень мощное такое расшатывание этого представления. И это совершенно не случайно. Да, почему? Потому что жизнь и мир, он чрезвычайно сильно трансформировался и изменился. Почему долгое время мы имеем дело с прекрасным, как с некоторой такой монокатегорией эстетической? Ну, там, изящная, гармоничная, она так или иначе обыгрывает то же самое прекрасное. Некую тему совершенной красоты. Некую тему совершенства, завершенности, законченности. Дело в том, что традиционные культуры, разные самые, да, они, если часто мы говорим о европейской традиции, они рассматривают мир как, ну, некоторую целостность и некоторое тело. Да, ну, вот как писал в свое время Алексей Федорович Лосев, там, да, что, собственно, понимание греками древними космоса строится по модели человеческого тела. Космос — это некое мега-тело. Там есть ум невидимый, душа незримая, но которая все движет, так сказать, и тело. И вот для традиционного общества форма — это как раз то, что делает мир упорядоченным. Форма, гармония противоположна хаосу. И для жизни человека, вот этого традиционного общества, сначала античного, если мы говорим о Европе, например, да, а потом христианского, но общество глубоко зависимого, как бы, от природы, вписанного в этот, как бы, природный ландшафт. И чрезвычайно... И в обществе, где очень много неупорядоченного и рационального, и где жизнь, вообще-то, всегда висит на волоске. Чрезвычайно важна некоторая рационализация мира. Вот античность — это общество, которое, ну, скажем так, выдвигает разум на авансцену. Почему? Потому что разум — это некоторая форма упорядочения. Разум важен и для христианской традиции. Вообще порядок важен для христианской традиции. Мир, который сотворен Богом, он прекрасен, хотя и поврежден, но все равно гармоничен и прекрасен, целостен и завершен. Вот. И в новое время еще, да, когда начинается трансформация, на пути индивидуализации, субъектности, так сказать, да, движения, становления, когда вертикаль начинает переходить в горизонтальную плоскость, да, и отношение к вечности сменяется отношением к возможному, к перспективе, к дали, к движению, становлению. Но долгое время, до середины XVIII века, пока основной массив, как бы, культуры, масса людей продолжала быть под этим куполом традиционного мира ощущения и под куполом, как бы, религиозного сознания, вот, сохраняется это представление о мире как о целом. И вот этому миру как целому, как прекрасному телу, соответствует эстетика формы, то есть эстетика прекрасного. Но означает ли это, что эстетическое, вот та самая встреча с тем, что есть само по себе, то, что нам открывается, в чем есть нечто абсолютное, беспричинное, да, в чем есть то, что не сводится ни к тому, кто воспринимает, ни к тому, что воспринимается. Что-то еще, что-то несказанное, да, что и привлекает, что-то таинственное, что нас привлекает. То есть, конечно, оно обнаруживает себя не только в прекрасных формах, но культура, любая культура, она, так сказать, отбирает то, что для нее первостепенно важно. А то, что мы чувствуем, испытываем, переживаем, она не культивирует. То есть, не предлагает слово, понятия, определенные формы репрезентации, распространения каких-то важных вещей, которые входят в виде изображений, там, каких-то, да, храмов, которые имеют определенную структуру, как античный храм, например, гаммоничный, опять же, напоминающий прекрасное, белое, пластически связанное тело. То есть, если культура этого не делает, то мы нечто испытываем, но поскольку у нас слов нет, для того, чтобы это назвать, как ласточка в чертог теней, да, это наше чувство, переживание ходит. Любая культура находит слова, определения, разрабатывает, мыслит, да, представляет то, что для нее важно и значимо. В этом смысле термин неизъяснимо красивый, наверное, тоже можно. Конечно, красота тоже неизъяснимо прекрасная. Поэтому она и принадлежит тоже к эстетике, бесспорно. Просто мы говорим о чем? Что долгое время именно культура была, как бы, организована таким образом, что прекрасная, то есть, данность другого в некоторой замкнутой, ограниченной, обозримой форме и была, так сказать, явлением духовно-чувственного, или, скажем, такого духовного или такой формы явления духа, которая имеет форму, которая умещается в чувственное созерцание или входит в чувственное созерцание, обнаруживает себя в чувственном созерцании. Но вот когда мы переходим от вот этой, как бы, да, законченной, от мира законченного, структурированного, так сказать, да, где на первом месте выходит, как бы, разум и чтойность, сущность вещей, а этой чтойности и сущности вещей соответствует прекрасный предмет, Мы его созерцаем и как бы испытываем восторг. И важно что? Что это подтверждает нам, что мир все-таки разумен. Он прекрасно устроен, он гармоничен. Он не есть какой-то хаос, а есть что-то, истина, благо, как читал Платон, или Господь, который хранит, мы верим в это, хранит в этом мире порядок. Они дают ему сорваться в бездну, в хаос. Но вот когда мы начинаем этот мир традиционный, он начинает разрушаться, и мы его как бы разрушаем, когда общество идет по пути, так сказать, дехристинизации, например, европейской, да, и в то же время разрушение традиционных форм жизни, вот этой вписанности человека в природу, когда возникают большие города, когда вот эта индустриальная, промышленная, как бы, да, революция происходит, сегодня уже как бы там в цифровом каком-то обществе. Вот то все меняется. На первый план выходит не целая, а часть, индивидуум, и не он себя приобщает к некоторой целостности и к некоторой форме, а он, для него становится первостепенно важным, это самая реализация, да, это набрасывание каких-то проектов, то есть я должен сам найти себе цель, найти себе смысл. Я не получаю от целого этот смысл, не восполняюсь этим целым, а я должен как бы сам себя, как барон Мюнхгаузен, так сказать, вытащить за волосы, поставить себе цель и себя реализовать. И вот отсюда вот это вся апофеоз движения, да, становление, апофеоз как бы и обожествление новизны, новое хорошо само по себе. И много чего прочего. Самый Александр Секацкий, да, в этом смысле замечательный. Мне так эта метафора нравится по поводу того, что мы привыкли к быстродействию, что современная эпоха – это эпоха быстродействия, что сам Бог стал инстант-год, да, то есть быстродействующий Бог, и если он не действует... Мгновенно. Да, мгновенно, то, соответственно, приходит глобальное разочарование, апостолы новизны, замечательная тоже такая прям метафора, бьющая апостолы новизны, сметут тебя слишком медленного, не спешащего к успеху. Неспешного, да. И говорит о важности неспешности. Это очень интересная тема, и они тоже, может, в одной из передач есть смысл, поэтому тема сегодня очень актуальна. Так вот, и вот в этой новой ситуации, да, то есть изменяется как бы конфигурация нашего сознания, культуры, опыта, и сегодня мы уже не можем, как в прошлом, да, то есть современная культура, с одной стороны, допускает артикуляцию другого опыта, да, который, где это то, что само по себе, другое, иное, обнаруживает себя не только в прекрасной форме, то есть мы начинаем это замечать, да, то есть мы и раньше это испытывали, но как бы не было запроса социального, да, вот как бы запроса от жизни, чтобы мы эти вещи осмысливали, да, а сегодня он есть, потому что для человека сегодня важно становление, важно движение, важно время. Знаете, когда мы жили под куполом вечности, что в античности, что в средние века, что еще в новое время, мы, как бы, человек занимал, прежде всего, вот эту, как бы, позицию вертикальную и соотносил себя прежде всего с вечностью, а со временем уже во второй очереди. Если у нас это горизонталь, как бы, да, начинает доминить, то есть горизонталь начинает доминировать над вертикалью, соответственно, время, пространство, как некоторые сферы, в которых реализуются возможности, да, где есть становление, где есть место мне, как индивиду земному, который утверждает себя здесь. То есть если мы не утверждаем себя в вечности, мы начинаем утверждать себя в этом горизонтальном пространстве. Но я хочу сказать о другом. Здесь есть свои большие проблемы для христианства, для верующего человека, да. Но для эстетики открываются определенные, как бы, возможности. И действительно, мы можем сказать, что разве человек, который переживает, например, вот очень важное для русской культуры слово «простор», когда он выходит на открытое место, будет ли это степь, ой, степь широкая, широкая, раздольная, да, или это пространство моря бескрайнего, мы можем испытать какое-то сильное переживание, сильное потрясение. От чего? От простора. Не от формы запнутой, ограниченной, не от прекрасного тела. Мы, конечно, можем по инерции, у нас других слов нет, привычных, привычных. Мы скажем, какой прекрасный, или там потрясающий, там, да, не знаю, ландшафт, да, как и потрясает эта степь. Она прекрасна, можно сказать. Но здесь, скорее, прекрасная выступает, если мы будем мыслить более строго прекрасной, и свяжем его с формой, то это будет метафора. Но, по сути дела, мы имеем дело с другим, тоже эстетическим опытом, но другим. Опять же, здесь нет этого автоматизма действия, как и случится с прекрасным. Мы вышли в открытую степь, или в открытую море. Не обязательно мы испытаем какое-то потрясение и вот эту встречу с другим, с особенным. Но мы можем ее испытать. И таким образом. И это будет другой, как бы, эстетический опыт, для которого описание в терминах прекрасного и даже возвышенного не совсем подходит. Нужно описать, скажем, в чем состоит эстетика простора. И почему мы испытываем здесь то, что мы испытываем. В отличие, например, от эстетики бездны, от эстетики пропасти. Это тоже пространственная данность. То есть мы подходим к краю чего-то. Но бездна – это не ширь. Это другое. Это измерение какое? Вниз – это пространственное направление, которое идет вниз. Эстетика бездны – это другая эстетика. Это тоже очень интересная тема. Или бездна. Да. А есть еще и другое направление. Например, вертикаль. Назовем ее эстетикой выси. То, что мы переживаем, когда мы смотрим в небо, а сегодня человек, к сожалению, редко. Вообще, как-то все больше… По многим причинам он больше смотрит как бы перед собой, вниз или вообще в гаджет. Да. Но редко смотрит в небо. А на самом деле… В культуре это, кстати говоря, получило выражение двумя словами – стремление и тяга. Вот на мой взгляд. То есть вроде бы как будто бы в нем, в этих двух словах подчеркивается некое, опять же, движение, причем, может быть, движение не всегда тобою осознаваемое. Но к всему возвышенному у нас, как правило, стремление через преодоление, а ко всему низменному, вот этой как бы бездне, у нас туда происходит некий пассивное падение, тяга, когда нас без нашего особого желания иногда, может быть, тянет. Ну, самое, может быть, простое – это на уровне страстей, который вот этот патос, вот патологии, когда мы схвачены неким состоянием и уже бы рады из него выбраться, но не можем, потому что оно нас несколько связало по рукам и ногам. Да, ну, это тоже очень интересная тема, да, как трактовать, как понимать, вот то, что мы испытываем, скажем, когда мы смотрим в бездну, тоже не всегда это опыт, ну, то, что я называю эстетикой отвержения. Это может быть и эстетика утверждения, а вот страшные бездны на краю, да, если мы вспомним, опять же, того же Пушкина. То, что мы здесь можем испытывать, и это может быть, наоборот, поднимающее нас ввысь, когда мы подходим к этому краю, и именно здесь, на краю, глядя в бездну, мы испытываем нечто очень для нас важное и позитивное. Но, возможно, и такая пагубная тяга, о которой вы говорите, да, бездна, которая нас манит и затягивает, да. Это другое, другое, как бы, немного, да, переживание. Это тоже, как бы, требует специального анализа. Я просто говорю о чем? О том, что все это, что мы здесь, с чем мы здесь имеем дело? Мы имеем дело с направлениями пространства. Это, как бы, экстраполяция разных возможностей наших. Вот мы стоим, перед нами открытая степь, например, да, вот этот простор. Что это значит? Это значит, что мои возможности не имеют никаких ограничений. Что я переживаю? Я переживаю возможность. Я переживаю то, что по-русски называется воля. А это дистанциальный ужас? Если это будет ужас, это будет другой феномен. Ужас тоже возможен при встрече с открытым огромным пространством, понимаете? Но о чем я все время пытаюсь говорить, что все-таки эстетическое, это каждый раз событие конкретное. И одни и те же вещи, одни и те же предметы, вовлекаемые вот в эту, как бы, да, в эту, как бы, точку, сингулярность эстетического события, они могут попадать, так сказать, в разные эстетические феномены, в разные эстетические расположения. Да, открытое пространство может вызвать ужас, и это будет феномен ужаса. Но открытое пространство может вызвать и восторг. Почему? Потому что, повторяю, вот как бы я сейчас описываю, как бы, позитивную эстетику простора. Потому что здесь мы находимся в ситуации, когда нам открыты, как бы, все пути. Вот здесь понятие свобода. Это предполагает, что то, что мы себя добровольно ограничиваем. Но вот Бердяев выделяет свободу рационально, которая ограничена, хотя мы свободны, сами себя ограничиваем. А если он говорит и рационально, первичное, базовое, исходное и свободное, как образ Божий в человеке, все позволено, но не все хорошо. И вот здесь, когда мы испытываем простор, то с чем мы здесь встречаемся? Мы вроде бы, что провоцирует то, что мы, как бы, переживаем. То есть, понятно, что его, этого опыта не быть, может не быть. Все равно, как бы, должно быть самое другое себя обнаружить. Но тем не менее, почему вот эта приэстетическая форма, то, что предположительно может вызвать определенные переживания, открытое пространство, почему оно это нам чувство может вызывать, чувство некоторого подъема глубокого такого, да? Да то, что мы здесь имеем дело с возможностью в данном случае передвижения, экстраполяции, да? Возможность, это в том числе для человека с его телом возможно двигаться и туда, и сюда, и сюда. Или мы наталкиваемся на какие-то границы. И вот мы можем идти куда угодно с одной стороны, да? То есть, нас ничто не ограничивает. В то же время мы здесь сталкиваемся с чем? С тем, что мы со всеми своими этими возможностями ничто перед тем миром, с которым мы встречаемся. Это пространство оказывается нам не под силу. То есть, то, что наша способность воображения, о которой говорит Канат, да, мы пытаемся помыслить вещь как целая, да, рассудок наш к этому нас подталкивает. Для этого воображение должно собрать вещь в нечто, что мы можем обозреть. Но линия горизонта в случае простора такова, что мы смотрим в одну часть горизонта, но когда наш взор передвигается в другую, та уже утрачивается. И мы никогда... Понятно, что этот простор ограничен. Он земной простор, но сама конфигурация пространства, как бы, она в случае нашего как бы, опять же, эмпирически ограниченного воображения предстает так, что мы не можем это удержать. Мы чувствуем свою ничтожность. То есть, и вот именно тогда, когда мы чувствуем свою ничтожность, свою ограниченность, это как бы дает возможность ощутить, да, или открывает как бы некоторый вход, открывает в нас самих, естественно, да, что? Вот нечто другое, иное, отличное от всякой пространственности и временности, от всего конечного. Сергей Александрович, отличное завершение сегодняшней встречи. Поставим здесь многоточие. Просто в качестве некоторого резюме я слушал с неким завороженностью с некоторой, вот, потому что удивительным образом как-то сходились для меня уже, как для священника, да, привычные образы. Например, образ того, что Бога в Библии очень, мы нередко встречаем на страницах, его определение как священный мрак. Вот, то есть, вот, причем мрак, понятно, что у нас есть с этим словом, наверное, отрицательные коннотации, да, что мрак это тьма, там, опять же, какая-то там и так далее, но мрак в значении священный мрак, когда в значении священной непознанности, вот, или если мы берем восточные какие-то культы, буддизм, индуизм, тема сияющей пустоты, вот, поэтому удивительным образом передача просто о вере, и мы говорим вроде бы не о вещах догматических, но в целом мы говорим о Боге и о его познании. Спасибо огромное за столь удивительный, интересный сегодняшний диалог. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся, но в следующий вторник присоединяйтесь к нам, потому что мы поговорим об эстетике Ветхого. Это будет продолжение, логическое продолжение наших сегодняшних диалогов. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин